Здравствуйте! Сегодня мне бы хотелось рассказать о современном менеджменте, о менеджменте как об искусстве управления и определить, в частности, какие специфические черты национального русского характера предопределили отличие российской школы менеджмента от зарубежных подходов к руководству трудовыми коллективами и принятию управленческих решений. Рассматривая влияние русского национального менталитета на становление современной российской школы менеджмента, необходимо отметить, что сам русский характер сформировался пространством и временем. Суровые условия вынуждали русского человека жить и работать сообща. Века неприходящей военной опасности породили особый патриотизм русского народа и его стремление к сильной централизованной власти. Конечно, это не могло не повлиять на формирование специфических особенностей современного менеджмента, специфических особенностей принятия управленческих решений и руководства трудовыми коллективами как в сфере организации предпринимательской деятельности, так и в сфере публичного администрирования и государственного управления. Что касается самого понятия менталитета, то многие специалисты считают, что под менталитетом следует понимать социально обусловленную психологическую модель поведения человека в обществе. Такая модель поведения проявляется человеком и в личной жизни и в сфере профессиональной деятельности. Но она отличается от ценностных ориентаций и идеологических установок прежде всего своим устойчивым характером. Можно сказать, что менталитет как раз и есть тот самый механизм, который сплачивает народ, обеспечивая формирование общей картины восприятия окружающего мира. Многие специалисты, теоретики и практики в сфере управленческой деятельности считают, что именно менталитет является одним из важнейших факторов, которые предопределяют и выбор стилей руководства трудовыми коллективами, и характер принятия управленческих решений. Действительно, человек, работая в организации, привносит частичку себя в трудовой коллектив и привносит в этот трудовой коллектив те особенности национальной культуры, с которой он себя ассоциирует. Человек не может освободиться от самого себя. Человек не может освободиться от своей ментальности. И с этой точки зрения менеджмент как вид управленческой деятельности мы можем рассматривать именно с точки зрения формы выражения ментальности. Далее я бы хотел рассказать о специфических особенностях русского национального менталитета и, соответственно, о тех условиях, в которых он сформировался. А на формирование национального русского характера очень большое влияние оказала и географическая среда, и история становления и развития российского государства. Дело в том, что с первых лет своего существования российское государство постоянно расширялось за счет освоения русским народом все более новых и новых земель, все более новых и новых территорий. И это выработало в русском человеке достаточно специфическую черту характера, а именно склонность очень быстро приспосабливаться к этнически чуждой среде. Более того, несмотря на это, можно также отметить еще одну черту российского характера. Это то, что мы называем свободолюбием русского человека. Действительно, русская душа очень свободолюбила. И это связано с историческими событиями, событиями и давнего, и недавнего прошлого, когда захватчики предпринимали многочисленные попытки подчинить волю русского народа своей воле. Именно такие черты характера, как умение терпеть лишения и прикладывать сверхусилия в борьбе за свою свободу, и отличают характер русского человека. Вообще, многие специалисты говорят о том, что русский народ впитал в себя и черты характера азиатских народов, и черты характера европейских народов. И именно потому мы говорим о русском характере, о русском менталитете как об особой черте русского народа, как об особом характерологическом феномене. В чем же он проявляется? Прежде всего, необходимо отметить коллективизм русского народа. Это связано с тем, что до недавних пор основная часть населения российского общества была представлена в основном крестьянами, а крестьяне издревле жили в общинах. Община объединяла крестьян. Соответственно, вопреки общепринятому мнению, коллективизм укрепился в российском обществе еще задолго до того, как в российском обществе укрепился социалистический уклад жизни. Именно коллективизм порою подталкивает русского человека проявлять интерес к делам соседа по дому или просто прохожего по улице человека. Еще одной чертой русского характера является достаточно специфическое отношение русского человека к государству и власти. Русский народ бесконечно бунтует против государственной власти и одновременно с этим готов беспрекословно ей подчиняться. И это противоречие между русской покорностью, то есть между готовностью русского человека беззаветно служить государству и между русской анархичностью, которая выражается во всеобщей любви к вольнице. И часто иностранцев удивляет. Более того, достаточно часто иностранцы удивляются и взаимоотношениям в коллективе, складывающемся в сфере служебных и деловых взаимоотношений. Дело в том, что даже в сфере профессиональной деятельности взаимоотношения между людьми, как правило, носят в русском коллективе, во многих российских компаниях неформальный характер. Более того, дружеские взаимоотношения, складывающиеся между работниками в трудовом коллективе, порой ценятся достаточно высоко, еще более высоко, чем принятые в организации формальные правила. И иностранцев часто удивляет, например, достаточно выраженная в русском человеке откровенность в личных разговорах. Для русского человека рассказать историю о своей личной жизни совершенно незнакомому человеку, оказавшемуся рядом с ним в общественном транспорте, является обычным делом. В то же время мы можем отметить и целый ряд других специфических особенностей, отличающих российский менталитет, менталитет русского человека и ярко проявляющихся в современном менеджменте. Так, например, достаточно специфическим является отношение русского человека и к деньгам, к богатству. Русская культура и, в частности, православная религия провозглашает, что они в деньгах счастья. И мысль о том, что счастье за деньги не купишь, очень ярко проявляется и очень крепко укореняется в сознании современного русского человека. Как правило, в российском обществе богатство вызывает неприязнь, часто богатство осуждают. Русский человек достаточно рискован по своей натуре и всеми любимое слово «авось» означает, что следует положиться на судьбу при принятии каких-либо решений. «Если повезет, выиграешь, а если не повезет, проиграешь, но об этом не стоит думать вообще». Самая любимая русская пословица – «волков боятся в лес не ходить». Но вместе с этим, вместе с рискованностью характера русского человека, все-таки следует отметить и прямо противоположную черту. Это чрезмерную осмотрительность, чрезмерную осторожность. В современном менеджменте это приводит к тому, что, например, деловые совещания затягиваются, а принятие важных управленческих решений откладывается. Как же учесть эти специфические черты русского национального менталитета в руководстве трудовыми коллективами при принятии управленческих решений? Многие специалисты считают, что современный менеджмент должен учитывать тенденции, касающиеся все более ярко выражающейся индивидуальности работников. Руководители компании должны отмечать тех работников, которые характеризуются ярко выраженным индивидуальным мышлением. Им стоит поручать персональные участки работы, где они могли бы взять под личную ответственность все порученные им задания. В то же время необходимо отметить также и наличие в трудовом коллективе сотрудников, которые характеризуются коллективным мышлением. Таких сотрудников следует привлекать к работе на чех участках, где применяются методы управления с акцентом на коллективный труд и на коллективную ответственность за результаты работы. Кроме того, необходимо отмечать и трудолюбие русского человека. И даже если для воспитания этой заложенной природой черты характера необходимо часто применять жесткость, все-таки следует отметить, что современный менеджмент должен учитывать переход, целесообразность перехода к более мягким по форме и в то же время более эффективным по содержанию методам управления. То есть предусматривается переход, и многими специалистами обосновывается целесообразность перехода от авторитарного стиля руководства к демократическому. Ну и, конечно же, необходимо учитывать в современном российском менеджменте православные традиции, которые, в общем-то, отражают негативное отношение русского человека к различного форма стяжательства. Это значит, что русский человек может работать не только за денежное вознаграждение, но и за какую-либо общественно значимую идею. И энтузиазм, возникающий на этой основе, действительно может давать толчок развитию компании, развитию общества. Таким образом, необходимо учитывать специфические черты русского национального менталитета при принятии управленческих решений и при руководстве трудовыми коллективами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова